Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я благословляю Тебя. И благословение это не просто, когда Бог пахлопал Адама по плечу и сказал, ну парень, давай, надеюсь, все получится. Благословение это божественная сила, которой был наделен человек. Для того, чтобы владычествовать и умножаться в каждой сфере. И как мы знаем, Адам это потерял. Через тысячелетия Бог нашел человека. Вы помните Авраама. Ну давайте вспомним историю с Авраамом. Вот живет себе человек в уре Халдейском. Прожил 75 лет. Он ничем не отличался от других. Был такой среднестатический человек. И вдруг Бог обращается к нему. Говорит Авраам. Пойдем за мной. Будь мне послушен. И я благословлю Тебя. И это уже само по себе хорошо. Но Бог на этом не остановился. Говорит, Авраам, ты будешь благословением для других. И через тебя это благословение потечет в народы. И как проявляется это благословение в жизни Авраама. Если мы посмотрим сейчас Бытие 13 главу. Второй стих. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. Вы знаете, что Авраам это первый еврей. С него начался вообще еврейский народ. Вы только подумайте. Появился первый еврей. И сразу первый еврейский олигарх. Абрам, потом Абрамович и все остальные. Скажешь, ну может быть он сам по себе был такой. Нет, все началось с того момента, когда Бог его призвал. И когда Авраам начал следовать за Богом. Благословение Господне начало действовать в его жизни. И мы видим в следующей главе, он уже очень богат. Туда скажет, может ему просто повезло. Чтобы мы не сомневались. Бытие 24-35. Эльиазер по прошествии многих десятилетий приходит к его бывшим родственникам. Он жил на их уровне. Они остались на этом уровне. Но с Авраамом произошло что-то замечательное. Господь чрезвычайно благословил господина Моя. И в чем это проявляется. Он сделал великим. Бог дал ему овец, валов, серебро, золото. И так мы видим, что благословение Господне в жизни Авраама произвело что-то мощное и великое. Абраам из простого человека сделался влиятельным. Он стал богатым человеком. Поэтому, друзья, благословить обозначает наделить силой умножение. Вы помните книгу притча 10-22. Он говорит, что он уничтожает. Он уничтожает. Я хочу поставить ударение. Благословение Господне. Он уничтожает. Когда мы жили в мире, мы полагались на свои руки. На свое образование, на свой бизнес или свою работу. Когда мы обратились ко Христу, мы вошли в Божье Царство. И в Божьем Царстве движущая сила – это благословение Господне. И если мы поймем, как это действует, как оно работает, то то же самое благословение, которое Авраама сделала очень богатым, оно также будет действовать в нашей жизни и выведет нас из недостатка и приведет наше процветание. Он говорит, что Авраама жил 4 тысяч лет назад, я здесь при чем? Как он говорит, что Авраама 4 тысяч лет назад? Как он уничтожает? Послание Галатам 3.13. Христос искупил нас от проклятия Закона. Если вы помните, проклятие Закона в том, что человек получал духовную смерть, болезнь, нищету, долги. И слава Богу Христос искупил нас от этого. И вот далее сказано, для того, чтобы благословение Авраама принадлежало теперь и нам. Иными словами, если мы во Христе, кто здесь во Христе? Кто принял Христа? Если ты еще не принял Христа, обязательно сделай это. Потому что когда мы во Христе, мы становимся Божьими детьми, мы становимся наследниками Авраама. Это послание Галатам 3.29 говорит. И так же самая сила благословения, которая была на Авраама, теперь доступна каждому из нас. И кто-то спросит, но почему-то я как-то не вижу вот такого проявления, как у Авраама. Как вы знаете, вообще Библия говорит, что Авраама, он отец всех верующих. Поэтому он для нас пример. Буквально пару примеров, как Авраам поступал с деньгами. Вы помните историю, когда он победил 4 армии и взял своего племянника обратно на свободу. И вот приходит царь Содомский. И говорит, возьми все деньги себе. Оставь мне только людей. Большое богатство. А с другой стороны подходит Мелхиседек. Священник Бога Всевышнего. И давайте вспомним, что сделал Авраам. Он отвергает богатство этого царя Содомского. И считает для себя более важным получить благословение от священника. И вместо того, чтобы взять деньги. И эти царя Содомский. Он отдает десятину Мелхиседеку, священнику. Для того, чтобы священник благословил Авраама. Еще одна история. Когда Бог сказал Аврааму принести в жертву Исаака, его сына. Вы все прекрасно помните. Это вообще отдельная проповедь. Но просто мы видим, что Авраам готов был это сделать. И когда Бог останавливает его. Господь сказал следующие слова. Авраам. Так как ты сделал это и не пожалел. Знаете, у Авраама не была такая вера, как некоторые сейчас думают. Она не была сложная, доктринальная. Господь ему не сказал, о Авраам, у тебя великая вера. Ты будешь доктором богословия. Потому что ты наизусть знаешь все писание. У него не было Библии. У него не было церкви. Он даже по телевизии не мог смотреть проповеди. Но он слушал Бога. Он делал то, что Бог говорил. И не жалел об этом. И Господь сказал. Так как ты сделал это и не пожалел. То я благословляя благословлю тебя. И умножая умножу семя твоё. И так, друзья, то благословение, которое действовало в Аврааме. Теперь доступно нам. Прошло 4000 лет. И оно не оскудело. Оно не ослабело. Оно такое же мощное. Это больше силы. Но писание говорит. Галатам 3.9. То есть, если мы хотим, чтобы это благословение начало действовать так же, как жизнь Авраама. Тогда нам важно верить так, как он. Слушать Бога. Делать. И не жалеть. Помните историю с богатым юношей. Он приходит к Иисусу. Он говорит, Господи. Что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь? Иисус говорит, исполняй заповеди. Я их все исполнял. Только подумайте, такой примерный мальчик. С детства ходит в церковь. Ведет хороший моральный образ жизни. Иисус смотрит на него. Любит его. И в его сердце видит проблему. Эта проблема была Мамона, жадность. Ее никто не видел. Но чтобы избавить этого парня от проблемы, Господь дает ему инструкцию. Так же всем нам Господь дает инструкцию. Но когда парень это услышал. Он огорчился. Он не стал слушать Бога. Потому что это не укладывал его разумение. Но Иисус не хотел отбрать его имение. Он хотел убрать Мамону из его сердца. И чтобы этот парень последовал за Иисусом. И слушайте внимательно. И дать ему стократное умножение. Но этот парень не послушался. Как много сейчас людей, которые не слушаются Бога. Например, когда писание говорит о десятини. Многие люди так же не хотят слушаться. Они воспринимают это просто как церковный налог. Они в мире платят налоги. Приходят в церковь. И им здесь говорят, давай десятину. И думают, ну еще один налог. И знаете, люди умеют оптимизировать налогоблажение. И тогда они думают. Десятина это вообще закон. Мы не по закону, мы по благодати. Ну и так далее, всякие такие вещи. Но то, что говорит Писание. И давайте мы посмотрим несколько важных моментов. Это не финансовый вопрос вообще. Потому что десятина это всего лишь заповедь послушания. Помните 2 законе 28, с чего начинается. Если ты будешь слушаться Господа. Исполнять его заповеди. То придут на тебя благословение. Когда человек был сотворен и жил в Эдеме. У него была свободная воля. Человек это образ и подобие Бога. Но чтобы реализовать свободу выбора, было дерево познания добра и зла. Адам трудился там. Адам трудился там. Но он трудился для того, чтобы исполнить миссию и поручение Бога. Но у него была полная изобилия. Когда он решил не слушаться Бога. И съел этот плот. Он оказался вне Эдема. Он оказался в этой Вавилонской системе. В системе этого мира. Где ему пришлось в поте лица зарабатывать себе на кусок хлеба. И в этом состоянии живет очень много людей сейчас. Поэтому мы можем сказать так. Десятина началась уже в Эдеме. Послушаем Богу в благословении. Не слушаешь Бога. Оказываешься в этом мире. Где в поте лица зарабатываешь себе на жизнь. И когда мы вспоминаем про Авраама. Допустим, бытие 14 глава говорит. Что Авраам дал Мелхиседеку 10 часть. Он дал ему десятину. Напомню, что Авраам жил задолго до закона. Авраам это первый человек, который получил праведность по вере, не по делам закона. Закон пришел лет через 600 после этого события. Поэтому десятина не пришла от закона. Но кто-то говорит. Авраам всего лишь один раз дал десятину. Но мы не знаем с вами один раз или много раз. Записана одна история. Но его внук Яков. И это бытие 28 глава, 22 стих. Он говорит, Боже, из всего, что ты даруешь мне, я дам тебе десятую часть. У кого научился Яков? Он научился своего папы Исаака. А Исаак научился у своего папы Авраама. Бог называет себя Бог Авраама, Исаака и Якова. И это все люди, которые давали десятину. Давали задолго до закона. Они были послушны Богу. И поэтому они ходили под благословением Господь. Которая обогащает и печали с собой не приносит. Я верю, что десятина была таким мощным средством, что Бог включил ее в закон. Еще раз, десятина не от закона. Десятина была включена в закон. И мы можем посмотреть книгу Левит, 27-30. Всякая десятина на земле, из семян земли, плодов дерева, принадлежит Господу. Итак, всякая десятина. Но вообще мы сейчас говорим о той десятине, которая направляется в Дом Божий. Знаете, чему я удивляюсь? Еврейский народ приносил как минимум три десятины. А у христиан проблема с одной десятины. И вот здесь говорится о десятинах, которые в Дом Божий. И то, что она принадлежит Господу. Принадлежит означает, что десятина – это частная собственность Господа. Вот к примеру. Этот телефон принадлежит Арману. Арман Джан, это твой телефон. Это твоя собственность. Но вдруг он оказался в моих руках. Я думаю, о, хороший телефон. Мне самому такой нужен. Когда христиане думают. Но Господь же знает, что я нуждаюсь в деньгах. И мне даже сто процентов не хватает. Господь знает это. Поэтому я не буду давать десятин. Если бы я сейчас забрал этот телефон и не отдавал бы Армена, что бы вы сказали? Что он сформировал. Что он сформировал. Поэтому, когда я отдам то, что принадлежит Арману. Я возвращаю его собственность. Десятина принадлежит Господу. И когда мы дадим десятины. Мы становимся верными в чужом. И Писание говорит, если ты верен в чужом. Верен в чужом богатстве. Ты получишь свое богатство. Поэтому Писание утверждает. Десятина принадлежит Господу. Это святыня Господня. Люди как-то порой страны относятся к понятию святыня. Привезут какие-то мертвые кости какого-то человека, который умер сто лет назад. И со всей страны съезжаются люди. Будут стоять два километра в очереди, в холод. Чтобы потом подойти и поцеловать эти мертвые кости. Потому что они считают, что это святыня, благодать приходит. Но Библия называет нас святыми. Тут скажешь, какой я святой. Но Писание говорит, что мы народ святой, взятые в удел. Светыня обозначает, что Бог взял нас от этого мира, а мыл в крови Христа. Отделил для себя на служение. Аминь. 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 Сынам Левия, то есть Левитам. Это было колено, которое было отделено на полное служение в храме. Господь говорит, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля. И так смотрите, Левиты, это служители полного времени. Господь говорит, десятину я отделяю для них. Господь не спрашивал разрешения народа. Вы знаете, там не проводили референдум. Куда направить десятину? И поднимаются такие голоса. Может быть, накормим голодных. Давайте займемся благотворительностью. Накормим сирот. Еще раз, я напоминаю. Израиль приносил три десятины. Одна направилась для служения в храм. Другая направилась для семьи. И еще одна десятина, которая собиралась раз в три года. Отделялась для сирот, для вдов, для пришельцев. То есть это была благотворительность. Поэтому Господь не спрашивает. Он не спрашивает у народа. Что мне делать с этой десятиной? Он говорит, это моя собственность. И я направляю ее на дело служения. И далее 31 стих. Теперь говорит уже самим левитам. Вы можете есть это на всяком месте. Вы и сыны ваши, семейства ваши. Ибо это вам плата за работы ваши в скини и собрания. И так мы видим, что Бог направляется десятину для зарплаты служителям полного времени. Если Бог призывает человека в полное служение. Он позаботился о том, чтобы обеспечить такого человека. И тогда скажет, брат, ну это был ветхий завет. Мы живем в Новом завете. А в Новом завете апостол Павел шил палатки. Поэтому пусть все пасторы идут и шьют палатки. Давайте послушаем самого апостола Павла. Это первое Коринфянам. 9 глава. 13 стих. 13 стих. Разве вам не известно, что служители храма кормятся от храма и те, кто при жертвовнике имеет право на часть жертвовных приношений? Вы не знаете, что это не то, что служители храма кормятся от храма и те, кто при жертвовных приношений? И так, апостол Павел теперь берет и ссылается на ветхий завет. И потом он говорит, как нужно делать в наше время, в время Нового завета. Вы помните, когда писание говорит нам, принесите десятины в дом Божий, чтобы в доме Божьим была пища? И потом Павел пишет Тимофею. Это первое Тимофея 3.15. Тимофея, я даю тебе инструкцию. Ты должен знать, как поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога Живого. С толпой утверждения истины. Поэтому есть инструкции для Нового завета. И вот теперь смотрите 14 стих. 1 Коринфянам 9.14. Так и Господь повелел тем, кто возвещает радостную весть, от нее получать средства к жизни. Итак, если кто-то вам будет говорить, не упоминайте нам ветхий завет. Мы в Новом завете. Мы не по закону, мы по благодати. Мы не по закону, мы по благодати. Но тебе смотрите, Павел говорит, как это было тогда, для левитов, для тех, которых Бог отделил на служение, в доме Божьем. Но знаете, так удивительно, как Бог действует. Давайте себе представим, если мы обратились к Господу, и Господь сказал, «Приносите десятины». Точка. Что бы мы сказали? Понимаете, если мы любим Господа и так благодарны Ему за спасение? Вы сказали, «Конечно, Господь». Он бы не пообещал никакого воздаяния и вознаграждения. Он сказал, «Ты спасен? Давай десятую часть». Искренний христианин сказал бы, «Yes, sir». Я просто это сделаю. Но Бог такой благой. Потому что Он направляет десятую часть для того, чтобы служение развивалось. Но также те, которые приносят эти десятины, Бог открывает над ними небеса для того, чтобы благословение Господне проявлялось в их жизни. И когда они подчиняются этой инструкции, они ходят под этим благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Ну, конечно, я встречал людей, которые говорили, «Пастор, я даю десятины годами». И ничего не меняется. Я спрашивал у Бога об этом. Знаете, какой ответ был? «Все, что не по вере — грех». Знаете, когда мы молимся без веры, это просто мертвый ритуал, это обряд, который ничего не производит. Точно тогда, так же, когда мы приносим десятины и приношения без веры, это становится мертвым ритуалом. Люди приходят в церковь. Им говорят, «Ты должен давать десятины». Ну, должен, так должен. В мире платил налоги, будут церковные налоги платить. Кто-то прочитал. Помните, в Малахе 3 главе, там 8-9 стих. Вы не даете десятины, проклятый всем проклятием. И человек говорит, «О-о-о, не-не-не, я лучше буду давать десятины, чтобы Бог меня не проклинал». И они дают десятины из страха. А кто-то хвастается. Знаете, он может взять свои деньги и перед всеми показывать, какой он крутой десятинчик. Но он уже получил награду. Поэтому, дорогие, все, что не по вере, не работает. И когда Писание говорит о том, что народ Божий удерживал десятины, и когда Господь говорит, «Вы под проклятием», это не то, что Бог разгневался. И это не было так, что там, «Вы что не даете десятины?» Мне на небесах нечем зарплату ангелам платить. Да будьте вы прокляты! Богу не нужны наши деньги. Скажи своему соседу, «Твои деньги Богу не нужны». Он без них всю вечность обходился. Он без них обходился всю вечность. Поэтому это не Ему надо, чтобы мы давали. Это нам надо, чтобы мы давали. Бог желает, чтобы мы ходили под открытым небом, чтобы мы ходили в благословение Господнем. Но когда мы не слушаемся того, что Бог говорит, тогда Бог не может нас благословить. Он смотрит на свой народ. Там, в книге Малахии, он говорит, «Мои дети, вы призваны жить в благословении. Но из-за того, что вы меня не слушаетесь, вы живете под закрытым небом, вы живете в проклятии. Как исправить это? Он говорит, начинайте слушаться снова. Мы говорим, что я вам говорю. Начинайте переносить десятины в Дом Божий. Что произойдет? Господь говорит, откроются небеса. Что это значит для нас? А это значит, что мы будем способны видеть невидимое. То, что мир не может увидеть, Бог покажет нам. И когда наступают тяжелые экономические времена, многие думают, что у всех плохо. Вы знаете, изучите историю кризисов. Посмотрите, что происходило во время Великой Депрессии в Америке. Было много людей, которые лишили своих денег. Но были другие, которые сделали огромное состояние во время этого кризиса. Богатство перетекает. И мы с вами должны быть на правильной стороне. Если мы будем слушаться Бога, если мы будем видеть невидимое, Господь может сказать, иди в том направлении. А раз он будет говорить, но все идут туда. Там пропасть. Они не видят и не знают. А тебе открыто. И ты идешь в том направлении. И ты получаешь свой успех. Господь даст идеи для бизнеса. Господь даст изобретение. Я лично знаю одного пастора, который в молодости был на небесах. Он там был девять часов. Но ему показалось, что он прожил всю свою жизнь там. А один раз, Ангел показал ему огромное здание. И там было много ящичков. И Ангел сказал, здесь изобретение, которые хранятся для церкви последних дней. Те, кто будут искать и взывать к Богу, Бог даст такие изобретения, по сравнению с которыми айфон будет детской игрушкой. Бог знает, как привести тебя к успеху. Бог знает, как дать тебе богатство и процветание. Для того, чтобы ты был благословенным человеком. Чтобы ты мог одеть и накормить, и помочь другим. Чтобы ты сам ничем не нуждался. И для этого он дает инструкцию. Писание говорит дальше, что когда небеса над нами открыты, благословение действует, оно изливается до избытка. Друзья, цель десятины — это не налог. Цель десятины — открыть небеса над нашей жизнью. Десятина — это ключ, который запускает двигатель небесного благословения. Далее Господь говорит, я запрещу пожирающим что бы ты не лишился своих плодов. И двенадцатый стих. И двенадцатый стих говорит, благословенными будут называть тебе все язычники. Понимаете, люди этого мира порой сейчас смотрят на нас. Он говорит, а, это христиане, которые в слово жизни ходят. Но наступит время, Библия предупреждает. Библия предупреждает. Тьма покроет землю. И мрак покроет народы. А над тобою воссияет Господь. Его слава проявится над тобою. И придут народы к свету твоему. Почему они придут? Потому что они увидят проявление славы Божьей. Они остались без работы, у них все плохо. Они в страхе, они в отчаянии. Но вдруг они видят народ, который ходит под открытым небом. У которого все получается. У которых есть успех. И они говорят, как это у вас получается? Потому что мы с Богом. О, я хочу такого Бога. И придут народы. Вы будете землей вожделенной. Поэтому, друзья, так важно, чтобы мы с вами ходили в этом благословении. Аминь. Знаете, что интересно? Я изучал много всяких авторов, которые учили про цвитание, успеху. Светские люди. И каждый из них говорил о десятине. И мне всегда вопрос. И мне всегда вопрос. Как получается, что не верующие, верят в десятину, верующие не верят? Иск, верующие не верят. Как такое может быть? Я хочу прочитать две цитаты. Джон Тэмплтон. Один из крупнейших инвесторов вообще всего мира. Он сказал, что не встречал в своей жизни ни одного человека, который платил бы 10% от своих заработков на благотворительность, и через 10 лет не стал бы очень богатым человеком. И когда я не верю, я не верю, что не верю в свою жизнь, что в свою жизнь у них было 10 лет, и не было очень богатым человеком. Бодо Шефер, человек, который написал много книг о инвестициях, об успехе и т.д. Слушайте, удивительно, но у людей, жертвующих 10-й частью дохода, никогда нет денежных проблем. Я часто спрашиваю себя и других, почему это так? Как получается, что у того, кто регулярно отдает 10% доходов, в итоге значительно больше денег, чем у тех, кто сохраняет все 100% для себя? Как могут оказаться 90% больше, чем 100? Речь идет здесь о феномене, к которому нет научного объяснения. Я не уверен, что чисто логически это вообще объяснимо. Вы только послушайте. Он говорит, я, ребят, я не знаю, почему. Но оно работает. Люди читают? Что, работает? Будем делать. Они не знают, почему. Главное, чтобы работало. Теперь к христианам. Бог говорит. Давайте десятину. О, не знаю. Надо или не надо. Ребята, что с нами? Я думаю, порой приходится у неверующих учиться чему-то. Если это универсальные принципы успеха. Точно такие же, как закон гравитации. Работы для и праведников, и для грешников. Бог по милости позволяет им. А мы вообще в завете с Богом. Где сам Бог по завету поклялся быть нашим обеспечителем. Вы знаете, что? Новый завет обозначает новый договор. Поэтому мы вступили в отношение нового договора. Есть Божья часть. Бог сделал все со своей стороны. Он обеспечил нам все, что нам нужно. Теперь есть наша часть. Мы должны подчиниться инструкции. Для того, чтобы мы могли все это принять. И ходить в благословение. Туда скажет, брат, но в новом зале эти ничего не сказано про десятину. Как правило, люди говорят, что это не сказано про десятину. Как правило, люди плохо читают Писание. Потому что Иисус несколько раз подтверждал в Евангелиях. И обратите внимание, Он нигде не сказал, что хватит, перестаньте давать нести. Но давайте мы посмотрим послание к евреям. Посмотрим седьмую главу. В конце шестой главы сказано про Иисуса, что Он первосвященник вовек по чину Мелхиседека. И первый стих седьмой главы говорит о том, что Мелхиседек — это прообраз Иисуса Христа. Послание к евреям говорит о том, что поменялось священство. В Ветхом Завете 10-тины приносили Левитам. Священство того Завета, того времени. В Новом Завете поменялось священство. И теперь 10-тины приносит уже не Левитам. А первосвященнику Нового Завета Иисуса Христу. И вот давайте прочитаем 6-й стих. Евреям 7, 6-й стих. Мелхиседек принял 10-тины Авраама и благословил его, уже имевшего обещания от Бога. Итак, мы видим Мелхиседек. Кто такой Авраам? Это прообраз верующих Нового Завета. Это не представитель Ветхого Завета. Он не представляет закон. Это Новый Завет. Он получил праведность по вере. Кто такой Мелхиседек? Это первосвященник Нового Завета Иисус Христос. Мы как верующие имеем обетование от Бога. Мелхиседек. Тут есть кто-то, кто имеет обетование от Бога? Если ты во Христое все обетования в Иисусе для тебя, да и аминь. Если ты Кристос Иисусу не знаешь, то все все обетования, они для тебя не для тебя. И вот мы видим Авраам, который имел обетование. Но они еще не исполнились. Потому что необходимо было, чтобы сила Божья проявилась его жизни. Благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. Абраам приходит к Мелхиседеку. Что он делает? Он дает десятины. Что в ответ делает Мелхиседеку? Высвобождает благословение Господне. Поэтому то, что мы с вами делаем. Мы приходим к Господу. Мы берем десятую часть наших денег. И перед всем миром мы утверждаем, что деньги не являются нашей опорой. Мы не служим Мамоне. Мы отделяем эти деньги и передаем тому, в кого мы верим. Он наш источник. Он наш первосвященник. Мы отделяем ему десятую часть. И исповедуем нашу веру в том, что Он наш Господь. И что Он позаботится о нашей жизни. И тогда в ответ Господь изливает благословение. А оно есть над нами. Но нужно запустить двигатель. Чтобы она начала действовать и проявляться. И вдруг мы под открытым небом. Вдруг мы видим то, что другие не видят. Мы становимся Вадимы и Духом. Мы получаем изобретения, откровения, идеи. Вдруг для нас открываются те двери, которые были закрыты. И вдруг все покупатели бегут к тебе, чтобы у тебя купить. И дело, которое ты начинаешь, начинает процветать. И Бог наполняет твоей житницы до избытка. Потому что мы в завете с Богом. Потому что мы сделали свою часть. Далее, посмотрите восьмой стих. И здесь, на земле, десятины берут человеки смертные. Кто знает, что вся наличка остается здесь, на земле? Кто скажет, ну я, я же Богу отдаю мою десятины. Знаете, церковь принимает все деньги, которые приходят. И поэтому наличка остается на земле. Давай это прочитаем дальше. Смотрите. Здесь, то есть на земле, десятины берут человеки смертные. А там, в небесах, десятины принимают имеющие о себе свидетельство, что он живет вечно. Теперь вопрос. Если наличка остается здесь, что Иисус получает? Сколько можно уже? Опять нужно жертвовать. Ну надо так надо. Понимаете, Иисус может, получить ропот, неверие, жадность, страх. И поэтому он не принимает. Единственное, что он принимает, когда мы делаем это верой, мы приносим наши десятины. Но наша вера проходит в небеса. И тогда Иисус принимает нашу любовь. И тогда Иисус принимает нашу любовь. Нашу веру в то, что он наш источник. И когда Он это принимает, тогда Он благословляет свой народ. А когда ты благословен, тогда у тебя нет недостатка. Тогда твои кредиты покрыты. Долги оплачены. Счита оплачены. И у тебя есть больше. И тогда ты становишься благословением для других. Ты становишься благословением для своей церкви. Ты можешь накормить людей. И ты можешь помочь пастору устроить церкви. И их благословение возрастает. И через себя оно течет в народы. Друзья, это Божий план. Это то, что Бог желает для своего народа. Мы прочитаем последнее местописание. Второе послание Коринфянам, 9 глава. 8 стих. Бог может безгранична умножить вас благодать, чтобы у вас всегда было всего в изобилии, и вы были богаты на всякое доброе дело. Так мы видим, что Бог запланировал. Он не хочет, чтобы его дети нуждались. Он не хочет, чтобы его дети ходили с протянутой рукой и просили помощи. Он желает, чтобы мы были способны помогать другим. И он для этого высвобождает благодать. Чтобы у нас было изобилие. И мы были богаты. И мы были богаты. Богаты с правильной целью. Был способны помогать другим делать добрые дела. Десятый стих. Смотрит. Дающий семя сейующему и хлеб в пищу. Бояк сна, что сейлым целью сейлым и паторкивым, и в рамках керекурии хамар, даст обилие по сейлому вами и умножит плоды вашей праведности. Нако паторкивей и кышататься с ней цель сейлым унка и качать целью сейлым унка и качать целью сейлым. Что делают птицы? Когда они видят семя. Что они с ним делают? Вы хоть видели одну птичку, которая нашла семя и посадила его? Они съедают каждое семя. Поэтому каждый день они банкроты. И Бог по милости поддерживает и питает их. Господь говорит нам, Вы гораздо лучше, чем птицы. Только человеку дана была заповедь сейния и жатвы. Но Бог не дал мне семя. Знаете, каждый раз, когда мы что-то получаем, там всегда есть семя, чтобы посеять. И хлеб в пищу. Давайте иметь мудрость, что семя, что хлеб, хлеб, который мы съели, не умножится. Но семя, которое мы сеем, когда мы что-то отдаем ради Иисуса и ради Евангелия, мы сеем в Царство Божие. Тогда Иисус говорит, нет никого, кто оставил бы что-то ради меня Евангелия, и не получил бы в это время посреди гонений, у вас сто крат более, и это писание говорит, Господь дает обилие по сейному нами. И далее сказано 11 стих, вы станете так богатые, что сможете щедро помогать всегда. И за вашу щедрость люди будут благодарить Бога. Давайте мы встанем сейчас. Давайте будем послушать Богу. Давайте поверим его инструкцию. Когда он нам говорит, что это сделать, он не хочет нас лишить чего-то. Он хочет принести нам больше. Когда мы отдаем десятки, небеса открытый, почва готова, есть все благоприятные условия, и тогда так важно посеять доброе семя, чтобы Бог дал обилие по сейному нам. Когда мы будем сейчас собирать пожертвования, когда ты будешь приносить десятины, сделай это в почтении. Буквально скажи, Господь, я почитаю тебя, я благословляю тебя. Ты мой источник. И когда вы сеете свое семя, постарайтесь быть послушными Ему. Я знаю, что здесь есть несколько человек, у которых сейчас горит сердце, потому что они получили слово для себя, потому что Бог проговорил тебе. Это не все в этом зале. Просто есть определенное время для нескольких человек. И Господь говорит тебе сейчас, что если ты послушаешься Его, и сделаешь то, что Он скажет, то Господь дает тебе стократное умножение. Когда мы соберем пожертвования, я прошу, чтобы служители порядка принесли все эти мешочки сюда. И мы будем молиться за эти десятины и посеянное семя. Бог дал мне помазание для того, чтобы высвобождать силу Божью, для того, чтобы семя было умножено в соответствии с Писанием. Теперь я не хочу, чтобы вы просто лишь бы что-то давали. Делайте это спокойно в мире Божьем. Но есть несколько человек, и вы знаете, что это Бог вам говорит. Вот я вас прошу, послушайтесь Бога. И когда мы будем собирать пожертвования, мы будем поклоняться Господу сейчас. И тогда оставайтесь в Божьем присутствии. Потому что я чувствую, идёт поток. От престола Божьего есть поток жизни. Здесь проявляется Его слава. Я верю, что Бог хочет что-то сделать в нашей жизни. Поэтому давайте просто быть в Его присутствии. Я прошу служителей порядка, пожалуйста, возьмите сейчас эти мешочки, с берем пожертвования. Можем поклоняться? Нет, шарки, да. Спасибо.